здравствуйте меня зовут федор васильев в этом роте мы с вами произведем регистрацию на хостинге это тоже ответственный шаг и к нему нужно подойти очень серьезно но если вы новичок вам будет тяжело это сделать потому что хостинг площадок очень много нужно знать какие из них плохие какие так себе какие хорошие я долго изучал разные сайты рейтингов читал комментарии отзывы о разных хостингах и нашел интересный хостинг на который сам тоже скоро буду переезжать и вам тоже советую то есть мы с этим хостингом будем работать то есть вы должны понимать что без хостингом вы не сможете и свой сайт расположить в интернете до соответственно хостинг эта услуга платная вы должны это тоже понимать вам предоставляется потому что выделенное место жесткий диск грубо говоря до удаленный только техподдержка и всевозможные там услуги просьба перейти на мой сайт и сразу же вот вверху сайта вы увидите такую ссылку лучший хостинг и 30 дней бесплатно действительно вы когда зарегистрируйтесь целых 30 дней целый месяц сайт туда перекинуть это достаточно быстрое действие буквально день-два и ваш сайт будет работать целый месяц бесплатно заодно вы сможете протестировать данный хостинг и если вам вдруг что-то не понравится у вас будет время уйти то есть протестировать 30 дней не понравится и перейти на какой-то другой хостинг также перенести сайт или же вы можете перейти на вкладку рекомендую и точно такая же ссылка здесь есть вот самом начале его адрес хостик . ком . ю а вот ниже вот здесь ссылочка есть кликаем и нас перебрасывает на этот хостинг если в процессе пользования услугами хостинга то есть когда сайт перенесем это я вам все покажу но если вдруг у вас возникнут вопросы относительно хостинга здесь вот в углу есть очень быстрая поддержка вы кликайте сюда и пишите здесь ваше сообщение или ваш вопрос и вам очень быстро в течение одной минуты отвечают то есть поддержка здесь действительно на высоте у данного хостинга прокручиваем страницу ниже и мы здесь видим четыре тарифных планов хостинг провайдера здесь в принципе все очень просто сбоку здесь слева показано номинование функции да и вот здесь в графе напротив тарифного плана показано какое есть ограничение если нет ограничений пишет неограниченный если какая-то функция отсутствует стоит прочерк минус красный да и в самом низу показана цена то есть это за год цена 1905 и кнопка купить у первого тарифного плана много ограничений и нет бесплатного доступа в 30 дней соответственно вот этот тариф следующий с 2 называется подороже и внизу можно выбрать период по месячной оплаты ставим точку это если платить каждый месяц мы будем но гораздо удобнее заплатить за год при этом будет скидка до 45 процентов и здесь внизу и ссылка 30 дневный период но здесь есть такой нюанс вот backup менеджмент ведь прочерк стоит у нас то есть скажем вот если здесь ssl сертификат это в принципе не обязательно а вот это может нам пригодиться возможность самостоятельного восстановления необходимых файлов сайта сейчас это вам может ни о чем не говорить но вообще если я себе буду брать хостинг я возьму именно вот следующий тарифный план где стоит галочка что это действие можно выполнять он уже соответственно подороже давайте я его и зарегистрирую на 30 дней то есть внизу по ссылке я кликаю тестировать 30 дней на этой странице вы выбираете период оплаты здесь все понятно ставите точку напротив того варианта который вас устраивает да сразу видно здесь какая-то скидка и ниже здесь выберите доменное имя мы с вами в прошлом уроке зарегистрировали домен поэтому мы ставим последнюю точку у меня есть домен я изменю dns то есть вы заходите в свой аккаунт reg и заходите список доменов и ваш домен копируете просто отсюда если вы его не помните и прописываем его здесь и нажимаем на кнопку продолжить нас оповещает не забудьте поменять dns сервера движемся далее дата центр здесь можно выбрать где вы хотите воспользоваться серверами то есть где будет храниться ваш сайт харьков украина родтердам голландии или атланта сша но я возьму вот голландия бесплатный перенос сайта мне нужна помощь с переносом сайта вам помощь не нужна потому что я буду вам помогать его переносить выделенный ip адрес это не нужно если мы выберем придется за него платить отдельную стоимость точнее вдобавок к вашей стоимости заказать ssl сертификат это не нужно и здесь последний шаг нам нужно проверить заказ смотрите страна выбирайте свою страну российская федерация телефон кликаем по списку выбираем плюс 7 то есть проставьте свой сотовый телефон здесь не бойтесь никакой рассылки они вам рассылать не будет а вот здесь вот кликаем по ссылочке зачем вы можете ознакомиться с правилами а итак прописываем телефон следующая проверка заказа sms верификация или звонок сотрудника ну оставляем sms верификация sms код и кликаем сюда получить код то есть мне сейчас только что на телефон пришел код я смотрю сейчас свой телефон и прописывать здесь код вы соответственно прописываете здесь свой код прописали и если мы все правильно сделали напротив ставится такая галочка и в самом конце можете ознакомиться с правилами кликнув по этой ссылке я оставлю галочку что я ознакомился и нажимаю на кнопку оформить заказ и так через несколько минут вам должно было прийти письмо на почту от хостик центра до что вы произвели регистрацию то есть вот такого вида письмо здесь детали заказа видно что дата следующего платежа как раз ровно через месяц то есть через месяц если вы захотите остаться на хостинге вы будете оплачивать седьмого числа следующего месяца тут есть и доступ в панель управления сразу имя пользователей пароль уже создан для вас ниже будет доступ по ftp тоже создан в этом же письме и сейчас нам нужно для нашего домена прописать dns сервера данного хостинга чтобы как бы привязать данный домен к этому хостингу и у нас вот есть такие строчки вот одна dns зона и вторая то есть это просто набор букв то есть смотрите вы копируете вот так вот как я сейчас копирую то есть для нас зону переходите в свой аккаунт регру где мы регистрировали домен кликайте по названию домена прокручиваем ниже и выбираем управление доменами dns сервера кликом по ссылке dns сервера прокручиваем ниже и вот ns 1 сервер прописываем эту строчку возвращаемся в почтовый аккаунт копируем вторую строчку dns зоны так и вставляем вторую dns зону без пробелов и нажимаем здесь зеленую кнопочку изменить обновление dns серверов обычно происходит в течение 24 часов ну нажимаем ok то есть опять же нам придется сутки подождать обычно это в течение суток происходит но иногда бывает часов 7 проходит и сайт у нас будет доступен точнее домен значит мы можем размещать туда свой сайт переносить и у нас он будет отображаться в интернете значит dns зоны мы изменили переходим значит а в почту и его давайте попробуем зайти просто в панель хостинга да прокручим ниже доступ панель управления имя пользователя давайте копируем имя пользователя конечно эти все данные с письма вам лучше сохранить куда-то в блокнот и соответственно хранить это все на флешке да на компьютере это лучше не хранить давайте попробуем зайти в панель управления вот ссылка для входа в контрольную панель то есть можете прямо здесь кликнуть через письмо имя пользователя и пароль указан ниже да копируем имя пользователя вставляем сюда пароль берем отсюда вставляем и вход нажимаем и у нас выскакивает ошибка мы не можем авторизоваться такое бывает мы с вами ничего не как бы не нарушили да мы действительно взяли данные которые нам пришли и служба поддержки мне говорит что нужно попробовать пароль самому пересоздать в панели хостинга для этого вот здесь вот кликаем по ссылке панель клиента кликаем по вот этой ссылке мои сервисы далее мы кликаем вот на эту зеленую стрелочку вот здесь вот маленькую такую заходим внутрь детали продукта называется прокручиваем ниже и вот здесь вот давайте попробуем сменить пароль визите новый пароль и подтвердить пароль и нажимаем на кнопку обновить появляется сообщение пароль успешно изменен кликаем значит вход в к панель вот здесь кнопочка выше и мы сразу попадаем с вами в панель управления хостингом где мы сможем управлять загружать сайты и так далее но сайт мы будем конечно загружать по ftp воспользуемся программой файл зила на этом урок закончен если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на adobe muse или сайта на джумле неважно то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием хостик сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен главное примечание хостинга тестовый период 30 дней 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно второй очень важный момент возврат денег в течение 45 дней если вас не устроят услуги хостинга готовый кмс три года на рынке молодой хостинг это очень важно онлайн поддержка на высоте перейдя на хостик вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник это онлайн чат круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью лояльные цены мощные сервера если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге но он вам не нравится служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним у них есть замечательная акция три месяца бесплатного хостинга ознакомиться с данной акции вы сможете перейдя на этот хостинг при оплате за год можно сэкономить до 45 процентов а также для мощных сайтов хостик предоставляет мощные сервера вы меня знаете я вам плохого не посоветую и так если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом ссылочка под этим видео переходите и знакомьтесь